Мертвая змея Мертвый негр не идет играть в баскетбол Только мертвый негр не идет играть в баскетбол Широкая аудитория вас услышала в 1999 году Шли вы к созданию группы, как я понимаю, очень долго Но вот с чего решили уже стать, скажем так, настоящей группой и назваться запрещенными барабанщиками? Ну вот с того момента, когда вы услышали Еще впервые в 1999 году на одном известном музыкальном канале У нас вышел этот клип знаменитый И названия еще у группы не было И потом, когда мы не рассчитывали, если честно сказать На какую-то популярность или известность А когда стал крутиться этот известный клип Нам пришлось быстро выдумывать название какое-нибудь Хлёстское для группы Ну вот мы так вот решили А на каких экзотических инструментах вам пришлось за все это время поиграть? Ну, ведра, банки, бочки, бутылки Все, что хоть какой-то звук издает Все это употребляется в музыкальной палитре А что сегодня мы услышим? Ну, сегодня, кстати, я вас огорчу Не будет ни бочек, ни бутылок Но будут качественные барабаны Вы уже 17 лет на сцене Господи! Да, вот посчитали и получилось, что 17 лет на сцене А что за это время изменилось в ваших взглядах на музыку? В ваших жизнях, интересах? Вы знаете, каждый день что-то меняется И каждый день происходит На самом деле, мы не 17 лет, мы гораздо больше То есть, играем 17 лет это, вот если отсчитывать от Ну да, то, о чем мы говорили А так-то мы играем Ну, я играю там точно лет с пяти Вот На всем, что попадалось под руки Я обязательно играл, барабанил, дул, свистел, орал Поэтому, ну, этот срок значительно больше И, естественно, меняется многое И в мировоззрении И вообще в башке там происходит Порой такие завихрения Что самому страшно становится Но самое главное, хочу сказать Что когда садишься или становишься за барабаны Все равно ощущаешь себя пятилетним пацаном И все те же ощущения И эмоции абсолютно те же Одинаковые, чтобы были Тогда в детстве, что сейчас Когда со сцены уходишь Уже, конечно, там, ну, что-то по-другому А на сцене так Мы общались с интересными ребятами Художники граффити, сценографии, может быть, знаете Из Екатеринбурга И они говорили, что все художники Творческие люди, в том числе Остаются в душе детьми Говорят, нельзя вот это терять в себе Иначе все творчество просто исчезнет Абсолютно, согласен, абсолютно Вот все мои кумиры Люди, которых я уважаю Взрослые сейчас, ныне уже дядьки Деды даже, я бы сказал Они дети Вот когда с ними общаешься Видишь в глазах этот, ну, огонь Вот этот детский, сумасшедший Вот абсолютно, они все дети Да, Фидель Кастро, посмотрите На это, надели на него Он ребенок Ну, блин, так на это нормально То есть, я считаю, это хорошо Как, другое дело, как это сохранить Вот, вот это вот большой секрет, конечно Большая тайна Ну, вы говорили о том, что Свобода не вокруг, а свобода внутри нас Ну, да Ведь, сохраняя свободу внутри себя Можно сохранить как раз-таки Вот этот вот детский задор и огонь Ну, да, наверное, так А сейчас есть свобода в музыке? Она всегда была, есть и будет Ну, музыка на этом держится Если как только свобода, ну, внутреннее ощущение Это, ну, человек теряет Прекращает любое творчество Оно как бы, ну, заканчивается Многие слушатели, знакомые Отмечают то, что очень много мотивов реги В ваших песнях, в вашей музыке А сами вы какую музыку любите? Очень разную Очень, ну, я Не знаю даже как Одним словом, двумя словами Есть ли какие-то сейчас вот исполнители Которых вы с удовольствием слушаете И с удовольствием бы даже сходили на концерт Вот, чтобы ощутить вот это вот вживую? Ну, я вряд ли попаду на концерт Какой-нибудь барочной музыки Аутентичной Я сейчас много слушаю классики Всякой вот такой Вот Глюкова, Баха Вот меня Старею, наверное Меня, ну, вот почему-то влекает Музыка в той эпохе Вот далекой Чем глубже, тем мне интереснее Мы никогда не составляем плейлист на концерт Потому что практика показывает То есть пишем такие списки Выходишь на сцену Смотришь в глаза людям И начинаешь петь совсем другие песни Потому что, ну, ты понимаешь, что Да, да Понимаешь, что вот Вот хочется петь вот это Вот это А часто люди подсказывают Говорят, а давай вот это А что вас вдохновляло тогда и сейчас Вот выходить на сцену Выходить на сцену Создавать, может быть, новую музыку Что тогда вдохновляло? Опять же, ну, люди, публика То есть общение в глаза людей Эмоции Всегда было интересно, что для артиста сцена Что такое сцена? Сцена – это возможность говорить Делиться эмоциями И посылать их туда и получить обратно Это очень, ну, такая штука интересная Очень важная А публика поменялась? Конечно, ну, меняется публика И от города к городу От времени к времени Да, 10 лет назад была совершенно другая публика Правда И в Москве И в городах нашей необъятной А в чем она была другая? Люди стали немножко Раньше Человек, приходя к нам на концерт Ну, вот, прям погружался в музыку Вот По-русски Так, знаете, вот, прям Вах! В пляс, там, а пока Прям, давай Сейчас люди стали немножко Замкнутые, что ли, да? Да, скованье Нет, неправильное слово «скованье» Сдержание Вот вы как-то в проявлении своих эмоций Чуть люди... Потому что, как я понимаю У людей появилось Ну, во-первых, очень большое количество информации Музыка Музыку можно достать любую Раньше-то Ну, пластиночку ты достал И слушаешь ее до дыры Затираешь эту пластинку А если уж исполнитель к тебе приехал вживую на концерт Ну, так-то на седьмом небе Просто отчасти достаешь билет И идешь И, естественно, ты погружаешься А сейчас Музыки вот столько Артистов этих Там они пачками Пожалуйста, тебе Ну, во всяком случае В столицах В крупных городах Афиши просто вот Заполнены Артистами любыми И народ немножко Как-то, так сказать, присытился Да И он уже может Спокойно себе позволить Не пойти на концерт А сказать Думаю, я что, включу Этот Ютуб Или какой-нибудь еще И посмотрю Там все Лежа на диване С бутылкой пива Вот Вот в этом смысле Чуть-чуть люди меняются Мне кажется Какие же флициды живых эмоций Вот как раз для артистов Да Ну, конечно, есть Вот я Скучаю как раз По тем временам Когда Люди с этой Затертой пластинкой Прибегали на концерты Ну, чтобы ее подписать Чтобы пообщаться Это очень важная вещь Для музыкантов Для Артистов Непосредственное Общение с публикой Обратная связь Это очень важно И последний вопрос Что вы можете пожелать Молодым музыкантам Которые сейчас только приходят На сцену Молодым музыкантам Я могу пожелать Только одного Любить свое дело Безоглядно Безбашенно Играть Всегда И везде И не слушать Старых пердунов Типа меня Вот Со своими Так сказать Норовоучениями И пожеланиями То есть заниматься Своим делом И И все Субтитры создавал DimaTorzok